Работая в онлайн-среде, мы можем столкнуться с проблемой потери контроля по разным причинам. Поэтому мы собрали для вас несколько инструментов, как спасательный жилет, который поможет чувствовать себя увереннее в процессе проведения онлайн-занятий. Итак, первое. Отдавайте предпочтению Chrome в качестве основного браузера. Именно он открывает большинство программ, приложений, не создавая никаких технических сложностей с загрузкой. Второе. По возможности приобретите наушники и микрофон. Это создаст комфортное впечатление и ощущение, когда вы общаетесь с классом, и класс не слышит то, что он же и говорит. Третье. Перезапускайте компьютер перед началом урока. Делаем простую функцию перезагрузить. Четвертое. Зайдите в профиль администратора видеоконференции и проверьте все, что нужно и должно быть включено или выключено в настройках Zoom или того приложения, через которое вы ведете онлайн-урок. Следующий момент. Чуть-чуть остановлюсь. По поводу Zoom у нас будет отдельное видео, которое подробно разберет все настройки и переведет для вас его с такого технического языка на понятный, как же какая кнопка влияет на комфорт проведения занятий. Итак, следующее. Перед началом созвона убедитесь, что вас видно и слышно. Мы, как правило, пользуемся простой просьбой поставить плюсик в чат, если и звук, и видео хорошие. Если нет, вы видите, что проблема у кого-то точечная, то тогда просто просим перезагрузиться, чтобы человек подключился и был на связи. Следующий момент. Объявите правила коммуникации на уроке в самом начале. Например, это может быть просьба всегда быть с включенной камерой, чтобы вы могли отслеживать внимание и включенность причинника по его глазам. И второй момент. Пользоваться функцией поднятия руки. В Zoom есть такая функция, и очень удобно видеть желающих ответить. Следующий момент. Проверять, работает ли звук или камера каждый раз, когда вы меняете формат активности на уроке. Например, вы показали демонстрацию, вернулись потом в обычный режим, когда видно вас на экране, но опять запросили узнать, слышно вас, видно ли, все ли в порядке со связью. Почему-то это иногда пропадает. Следующий момент. Не меняем активности на уроке слишком часто. Мы, как правило, используем три формата. Это видео, презентации или демонстрации экрана. И интерактив, когда мы общаемся, используя чат или разговариваем по видеосвязи. Важный момент. Просить учеников на занятии быть с выключенными микрофонами, чтобы просто внешние шумы и то, что происходит в помещении у учеников, не отвлекало ни вас, ни других учеников от занятия. Но если нужно кому-то что-то сказать или вы спрашиваете ученика, то тогда обязательно напоминать о включении микрофона. Прямо так и говорить. Включает микрофон и называем кто. Прошу ответить того-то. Включаем микрофон. Это нужно просто проговорить, потому что многие забывают, что они сидят на занятии с выключенным микрофоном. Сейчас мы поговорили о нескольких маленьких инструментах, которые позволяют приобрести нам большую уверенность при проведении онлайн-урока. Если у вас есть еще какие-то проблемы или сложности при проведении онлайн-занятия, поделитесь ими с нами в форме обратной связи на сайте. Это позволит нашей команде продолжать, быть вам полезными. Спасибо.